Уильсинген Санамать, Финляндия Президенту Нии Нистё понравилась идея избрать Марка Антилу президентом Финляндии. Тера Хакола, Сатупа Юриута, Эсы Юнтунин Уильсинген Санамать, Финляндия 29 мая 2019 года Взявшая золото на чемпионате мира в Братиславе хоккейная сборная Финляндии Леонад, Леонад, Львы, Финн Вернулась в Финляндию 27 мая в 16 часов Изначально самолет должен был вылететь в 12 часов по финскому времени, но вылет из Братиславы отложили на 2 часа Леонад прибыли в бизнес-зал аэропорта Хельсинки в Антае Хоккеистов встречали родственники игроков, представители финского хоккейного союза, Суомин Якия Колиита, и партнеров Фанаты на церемонию встречи не попали Первым с торжественной речи выступил председатель финского хоккейного союза Харин Умела Затем сборную поздравил министр спорта Финляндии Сампатерха Чаще всего интервью брали у капитана сборной Марка Антилы Марка Антила, который забил две шайбы в финальном матче с Канадой Одну шайбу в матче полуфинала с Россией забросил решающую шайбу для выхода в овертайм в матче 1-4 финала со Швецией Честно говоря, я совсем не спал прошлой ночью, сообщил Антила в телевизионном интервью, которое взяли у спортсмена в аэропорту Своим важнейшим достижением он считает гол в матче со Швецией Тогда до вылета из чемпионата оставалось всего полторы минуты, отметил Антила Нападающий Тони Райла, Тони Раяла, сказал, что ему тоже не удалось поспать, как и нападающему Каапа Кака, Каапа Кака Праздник сборной продолжился на торжественном обеде с близкими и партнерами финского хоккейного союза В 6 часов вечера начался праздник в столичном парке Кайсаниями, куда чемпионы приехали чуть раньше в 8 вечера на двухэтажном туристическом автобусе На сцену хоккеисты вышли в 9 часу Последним на сцену вышел Антила с Кубком чемпионов мира, под крики Мерка Мерка, в русском варианте, Мара, персонаж к никому митролях и прозвище Марка Антилы Примечание Перев, по оценкам полиции, в парке было больше 40 тысяч фанатов Леянат Поздравление Леянат направил и Государственный совет Финляндии Президент Финляндии Саулининистё, Саулининиста, выступил отдельно Дорогие хоккейные львы, ах вы разбойники, так начал Ниенистё, вы подарили всем финнам огромную награду Я хочу поблагодарить вас от лица всей страны По словам Ниенистё, Леянат продемонстрировали финнам важный жизненный урок Президент похвалил Леянат за крепкий командный дух Саулининистё также понравилась идея сделать Марка Антилу следующим президентом Финляндии, как уже предлагали в прессе Мне повезло, что президентские выборы уже позади, пошутил Ниенистё Перед победителями чемпионата мира на эту сцену поднимались другие финские медалисты этого сезона Команда, завоевавшая золото в молодёжном чемпионате мира по хоккею Команда, завоевавшая бронзу в чемпионате мира по хоккею среди девушек И команда, завоевавшая серебро в чемпионате мира по хоккею среди женщин После официальной праздничной части торжество «Леонад» продолжилось в парке кайсаньями. Учебные реактивные самолеты «Хок-Аук» воздушных сил Финляндии сопроводили сборную чемпионов аэропорт Хельсинки в Антае. Ранее воздушные силы сообщали, что полет «Леонад» не будет сопровождать с истребителями «Хорнет», «Арнет». Компания «Финавиа», «Финавиа», отвечающая за аэропорт прибытия сборной, приветствовала самолет команды победителей «Водяной аркой». Так поступают в тех случаях, когда хотят отметить что-то значительное, связанное с полетом. Хенна Малнберг, руководитель пресс-службы Финского хоккейного союза, сообщила утром 27 мая, что в вип-зале состоится официальная поздравительная церемония для победителей чемпионата мира. «Вместимость помещения небольшая, и проход в зал придется ограничить», — сказала Малнберг. Пресс-служба компании «Финавиа» тоже выразила пожелание, чтобы фанаты не приезжали большими группами в аэропорт, поскольку им не хватит места в вип-зале и для них не готовят специальную программу. Все церкви Хельсинки пообещали провести торжественный перезвон во время посадки самолета победителей. Так церковь хотела приветствовать возвращение золотых медалистов домой. Колокола церкви Хуапалахти начали звонить еще в ночь с 26 на 27 мая, сразу после окончания чемпионата мира. 27 мая священники остальных приходов Хельсинки тоже решили, что в их церквях пройдет торжественный перезвон. В 2011 году победу финнов на чемпионате мира по хоккею отмечали на столичной площади Каупатори. Тогда на праздник пришли около 100 тысяч фанатов Леянат. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.